Всем привет! Третье занятие по ментальной арифметике. Прежде чем перейти к получению нового материала, давайте повторим старый материал. Итак, приготовьте свои счеты и сейчас немного посчитаем. Готовы? Поехали! Плюс 7, минус 4, плюс 5, минус 6, плюс 2, минус 3, плюс 2, плюс 3, минус 5, плюс 8, минус 6, плюс 5, минус 4, плюс 1, минус 3, плюс 3, минус 1, минус 3, плюс 9. Итак, мы столкнулись с такой ситуацией, что нам нужно к единичке прибавить 9. И у нас здесь не хватает косточек, не так ли? Мы максимально, что можем сделать, только прибавить 8, да? Но нам нужно, наша задача к единичке, прибавить 9. Это и есть наша следующая тема, которая называется «Друзья». Да, именно так эта тема и называется. Итак, если два числа в сумме дают 10, то они друзья. То есть, например, 10 минус 1 будет 9, следовательно, 9 плюс 1 – это друзья. 9 и 1 – они друзья. Не так ли? Также 8 и 2 – друзья, 7 и 3 – друзья, 6 и 4 – друзья, 5 и 5 – друзья и так далее. То есть, опять же, если два числа при сложении дают 10, то они являются друзьями. Итак, как же нам это действие выразить на счетах? Мы знаем, что 1 плюс 9 – это 10. Следовательно, чтобы прибавить к единичке 9, нам нужно прибавить 10 и вычесть 1 одновременно. Именно в одно время. Давайте еще раз покажу. 1 плюс 9. То есть, смотрите, 1 плюс 9. Мы слышим 9, у нас не хватает косточек, значит, нам надо сделать друзей, да? И, следовательно, у девятки единичка – это друг. Поэтому у нас будет такая формула. Плюс 9 равно плюс 10 и минус 1. Да, и то есть, давайте выполним эту формулу. Плюс 9 равно плюс 10 и минус 1. Плюс 10 и минус 1. У нас получилось 10. Теперь давайте сделаем обратное действие. Вычистим из 10 девятку. У девятки друг единичка. То есть, нам нужно выполнять действие с единичкой. Формула для минус 9 будет такова. Минус 9 равно минус 10 и плюс 1. Давайте еще раз. 1 плюс 9 равно плюс 10 и минус 1. А минус 9 равно минус 10 и плюс 1. При этом действия руками выполняются так же, как мы считали ранее. То есть, да, нам надо вычесть 1, мы вычитаем указательным пальцем и прибавляем 10, прибавляем большим пальцем, да, левой руки. Все то же самое. Это действие можно назвать неким пропеллером или вентилятором, да. То есть, смотрите, как двигаются пальцы. Двигаются вот в таком направлении. То есть, когда нам нужно сложить в уровне друзья, да, то мы что с вами делаем? Вот такое движение пальцами. А когда нам нужно вычесть в друзьях, мы делаем обратное действие. Так, я надеюсь, что это понятно. То есть, чтобы, опять же, да, давайте, например, прибавим к 3 9. Чтобы прибавить к 3 9, нам нужно сделать вот такие действия. Минус 1 и плюс 10. У нас получилось 12. Верно? Все верно. Отлично. Теперь давайте прибавим 1. Получим 13. И давайте снова вычтем 9. 13 минус 9 будет 4. И это правильно. У нас получилось сделать такое действие. Так, надеюсь, что с 9 понятно. Если что-то непонятно, обязательно задавайте вопросы. Поехали дальше. Дальше выучим друга восьмерки. Друг восьмерки, как вы могли уже догадаться, это двойка. Да, потому что 8 плюс 2 будет 10. Значит, 8 и 2, они друзья. Поэтому давайте сразу разберем на примере, как, например, к 4 прибавить 8. Чтобы это сделать, нам нужно одновременно прибавить 10 и в то же самое время вычтить 2. Так, у нас получилось 12. То есть формула для друга восьмерки будет такова. Плюс 8 равно плюс 10 и минус 2. Минус 8 равно минус 10 и плюс 2. Так, давайте еще потренируемся. 4, например, минус 3, плюс 1 и плюс 8. Так, это лишнее. Ага, то есть делаем вот такие действия. Получили 10. Теперь давайте прибавим к 10 и 3, вычтем 1 и вычтем 8. То есть минус 10 и плюс 2. Опа, и мы получили 4. И это правильный ответ. Двигаемся дальше. Дальше друг семерки. Друг семерки – это тройка. Правильно? 10 минус 7 будет 3. То есть 7 и 3 в сумме дают нам 10. Значит, они друзья. Следовательно, давайте разберемся на практике. Например, 4 плюс 7. Как нам это сделать? Для этого мы прибавляем 10 и в то же время вычитаем 3. Получили 11. И это правильно. А теперь давайте из 11 вычтем 7. Для этого мы делаем минус 10 и плюс 3. Вычитаем 10 и прибавляем 3. Отлично. Теперь давайте прибавим, например, к 3. 7. Давайте. Мы для этого указательным пальцем правой руки вычитаем 3. А большим пальцем левой руки прибавляем 10. И получили 10. Все просто. Так. Давайте сейчас немного порешаем примеров. Приготовьте свои счеты. И поехали. Плюс 3. Минус 2. Плюс 4. Плюс 1. Плюс 9. Так. Указательным пальцем правой руки вычитаем 1. А большим пальцем левой руки прибавляем 10. Так. И мы получили 15. Отлично. Дальше. Дорешиваем пример. Плюс 2. Минус 7. И минус 9. Указательным пальцем левой руки вычитаем 10. А большим пальцем правой руки прибавляем 1. И получили 1. Что является верным ответом. Отлично. Едем дальше. Плюс 2. Плюс 7. Минус 4. Плюс 3. Плюс 7. Большим пальцем левой руки прибавляем 10. А указательным пальцем правой руки вычитаем 3. В одно время. Делаем вот такую вертушку. Вертолетик. Очень-очень важно делать это одновременно. Во-первых, это и скорость. От этого зависит скорость вашего решения. И будет еще очень прям круто развиваться мозг. Если вы будете делать такие разные действия в одно время. Поэтому прям даже если вам понадобится выполнять определенные действия. Вот этот вертолетик делать в одно время. Вам понадобится долго посидеть над этим. Чтобы делать в одно время. Сидите. Это ничего страшного. Это вообще нормально. Если вам надо вдуматься, вдумывайтесь. Главное с самого начала делать все правильно и все по технике. И тогда у вас все будет отлично. Так. Поехали дальше. Еще немножко примеров. Плюс 3. Плюс 6. Минус 8. Плюс 9. Так. Минус 8. Минус 7. Минус 8. Минус 10. И плюс 2. Так. Получили правильный ответ. Верно? Верно. Если у вас есть вопросы, задавайте. А сейчас переходим к еще одному другу. Друг шестерки. И как вы снова могли догадаться, это четверка. Потому что 6 плюс 4 дают нам в сумме 10. Правильно? Правильно. Следовательно, давайте сразу разберем на примере. Вот у нас есть 4. И нам нужно прибавить 6. Что мы для этого делаем? Мы указательным пальцем правой руки вычитаем 4. И в то же время большим пальцем левой руки прибавляем 10. Вот так. Вот таким вертолетиком. Далее, давайте из 10 вычтем 6. Для этого мы указательным пальцем левой руки вычитаем 10. И в то же самое время прибавляем большим пальцем 4. Опля. И у нас все получилось. То есть, вы прям можете сейчас вытянуть перед собой руки и сделать такое упражнение. Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус. Да, это, конечно, действует у нас в правиле, друзья. Плюс, минус, плюс, минус. Отлично. Давайте немного порешаем. Плюс, так, с нуля. Плюс 4. Плюс 1. Минус 5. Плюс 7. Минус 4. Плюс 9. Так, сделаем вот это действие, да. Минус 2. Плюс 8. Минус 3. Минус 6. Так, да, то есть у нас вот такие действия. Минус 6. Так. Плюс 8. Вот так. Угу. Плюс 1. Минус 8. Плюс 4. Минус 3. Минус 9. Минус 9. Плюс 6. Плюс 1. И плюс 6. Так. И получили 15. Я надеюсь, что у вас все получилось. Обязательно, обязательно много практики. Чем больше вы тренируетесь, тем у вас будет круче получаться решать. Примеры. Так. Теперь давайте попробуем решить двузначные примеры с вот этим вот уровнем друзья. Да? Итак. Буду говорить не быстро. Приготовьте счеты. Две руки. И поехали. Плюс 99. Минус 54. Плюс 53. Минус 95. Плюс 92. Так. Вот так мы делаем, да? Дальше. Минус 22. Минус 69. Вот смотрите. У нас есть 73. И нам нужно вычесть 69. Для этого мы вычитаем 60. Да? Это просто. А теперь нам нужно из 13 вычесть 9. Для этого мы делаем те же самые действия, что и делали с однозначными. Минус 10 и плюс 1. Опа. И получили 4. Да? Давайте еще раз это действие сделаем. У нас было 63. Нам нужно вычесть... У нас было 73. Да? Извиняюсь. Нам нужно вычесть 69. Вычитаем 60 и вычитаем 9. Вот так. Так. Вообще стараться надо делать эти действия одновременно. То есть вот нам нужно из 73 вычесть 69. Мы сразу уже вычитаем 70 и прибавляем 1. Да? И знаем, что это 4. Вот. Но это тоже надо... Вот эта вот четкость движений тоже... Она отрабатывается на практике. Чтобы довести до автоматизма, нужно просто решать, решать, решать. И еще раз повторяюсь. Если вам нужно прям посидеть над примерами, порешать прям, ну, вот, несколько минут, может быть, над одним примерчиком, это нормально. Посидите. И у вас точно все получится. Потому что я вот... Я верю вас. У вас точно все получится. Так. Смотрите. Еще такая одна очень немаловажная деталь. Если вы считаете примеры в уровне друзья и считаете только однозначные примеры, то есть вы не делаете никакие сложения, вычитания с двухзначными, вот только однозначные, все. Вы, значит, максимальное число, которое вы получите, это 19. Вот, то есть, да, давайте, например, вот там плюс 5, плюс 4, минус 8, плюс 9, плюс 7, плюс 2. Вот. Это вот 19, это максимальное количество, что вы можете... Количество цифр, да, в общем, максимальное число, которое вы можете получить при выполнении действий только с однозначными. Если... Зачем я это вам говорю? Если вы, например, считаете пример, где только действия с однозначными, и у вас получается ответ больше 19, да, вот больше 19, значит, что-то пошло не так. Надо пересчитать пример. Вот это такой, как бы, совет, лайфхак на внимательность, будьте внимательны, да. Вот так. Так, на этом сегодняшний урок, сегодняшнее, третье занятие по ментальной арифметике заканчивается. Мы с вами выучили часть друзей. Да, опять же, делайте домашнее задание обязательно. Практикуйтесь. Это очень важно. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите. Спасибо за внимание. Пока.